Женька и Дельфин Отца очень часто не было дома. Он с раннего утра и до позднего вечера находился в море и ловил рыбу на свои видавшие виды латчонки. Мать Женьки была занята домашним хозяйством. Когда отец привозил из моря много рыбы, Женька с матерью сортировали ее, а потом разделывали и обрабатывали. Солили и сушили ту, которую собирались есть сами. А самую крупную и привлекательную промывали, и мать относила ее на рынок и продавала. Денег за все это они имели не очень много, но могли на них и содержать в порядке дом, и не ходить голодными и раздетыми. В общем, жили они точно так, как и большинство их соседей. Женька было еще слишком мал, чтобы ходить с отцом в море. Утром, когда провожал отца, он помогал нести весла и снасти, а днем помогал чем мог матери, или малыми делами по хозяйству, или чинил с ней разорванные сети. Рыбацкий поселок находился между высевшимися по обе стороны от него громадами высоких крутых скал. С их вершины можно было увидеть, что поселок находится как бы на ладошках у морского берега, в замкнутом со всех сторон пространстве. Живущие люди могли видеть только скалы, да бескрайнее синее море. Ветер дул обычно со стороны моря, а деревья и другая растительность, поливаемая частыми дождями, были здесь словно в теплице. Буйно растущие, с сочной листвой и крепкими стволами. Некоторые растения кустарник росли даже на скалах, благодаря теплому и влажному климату. К сожалению, этой дикой растительностью все и ограничивалось. Почва здесь была песчаная, каменистая и вырастить на ней плодовые деревья было невозможно. Овощи, фрукты и другие продукты жители поселка покупали в городе, стоявшем наверху, за скалами. Когда Женька не был занят по хозяйству, он вместе с другими мальчишками уходил в горы, на скалы. И оттуда они старались разглядеть в море лодки своих отцов и старших братьев. Это удавалось немногим, потому что в хорошую погоду те уходили очень далеко в море. Там рыбы было гораздо больше. Из таких походов рыбаки нередко привозили больших марлинов, много ментая и сардин, а иногда даже небольших акул. Недалеко от поселка, за песчаной косой и высокими скалами, располагалась небольшая тихая бухта. Во время прилива, заполнявшаяся водой так, что можно было прыгать в воду. Для этого, облазив все прибрежные скалы вдоль и поперек, и изучив дно бухты, уже какое поколение рыбацких детей соревновалось в том, кто лучше прыгнет в воду. Дети расположились на одном из выступов скал, разделись и, подзадоривая друг друга и перебрасываясь шутками, встали у самого края. Погода была спокойная, небольшой ветер гнал по небу барашки облаков, но в целом не представлял угрозы. Женька, улыбаясь, подошел ближе к краю скалы и высмотрел на воду. Он уже много раз прыгал здесь в воду, и поэтому большая высота и легкий ветерок не пугали его. Парень развел руки в стороны и, наклонившись вперед, упал вниз, вытянувшись в струнку. Почему произошло так, что его ноги вдруг сильно занесло назад, он не понял. Но получилось так, что его тело ударилось за поверхность воды почти плашмя, и Женька сразу потерял сознание. В себя он пришел от того, что в легкие попала вода. И инстинктивно он изо всех сил заработал руками и ногами, пытаясь подняться на поверхность. Уже почти у поверхности кашель заставил его открыть рот, и вместе с небольшим вдохом новая порция воды попала ему в легкие, и он снова задохнулся и закашлялся. Уже почти вынырнув на поверхность, он попытался прокашляться и вдохнуть в воздух, работая из последних сил руками и ногами. Но черная волна снова затуманила его сознание, парализуя все тело, и он погрузился под воду. Неожиданно что-то похожее на надутую камеру автомобильного колеса подняло его вверх и вытолкнуло на поверхность. Женька, теряя последние силы, развел в сторону руки и ухватился за что-то, по ощущениям напоминающие резиновую ласту для подводного плавания. Зацепившись рукой, как крюком за эту ласту, он перевернулся, повернул лицо вверх и, кашляя и давясь, начал помогать себе другой рукой, понемногу приходя в чувства. Затуманенный мозг с трудом понимал, что происходит, но глаза фиксировали приближающиеся скалы, а рука все так же ощущала силу, которая тащила его к небольшому выступу скалы, на которой можно было опереться. Сознание немного прояснилось, и, увлекаемый своим спасителем, Женька подплыл к выступу. Отпустив ласту, он ухватился за него обеими руками. Немного повернув голову в сторону и тяжело дыша, он увидел, как большое черное блестящее тело выгнулось дугой над поверхностью воды и исчезло, с силой ударив хвостом по поверхности. «Дельфин!» — наконец сообразил мальчишка и прислонился щекой к холодному камню. Дельфин еще некоторое время покружил рядом с местом, где находился Женька, а потом, очевидно убедившись в том, что его помощь больше не нужна, нырнул и больше не появлялся. Субтитры создавал DimaTorzok